я был на марше на марше могилевчан и вел стрим на свой youtube канал свободный беларусь не вот шел вместе с могилевчанами естественно для того чтобы комфортно вести видеосъемку и стрим трансляцию а вот где-то в 5 часов когда уже могилевчане подошли к парку под николе мы постояли пообщались еще журналистами и дальше я выдвинулся в сторону ленинской не вот пообщался еще там с знакомыми на ленинской после чего выдвинулся с одним из знакомых сторону атриума возле атриума мы попрощались с моим товарищем вот и я пошел в принципе в поворот за атриум для того чтобы но направлялся уже к дому вот тут передо мной прямо выехал синий микроавтобус значит из микроавтобуса выскочила два человека по-моему то есть спортивных в масках и еще один выскочил из-за угла то есть из азиатриума не вот эти люди взяли меня под руки ничего не объясняя сказали пройдемте я пошел вместе с ними автомобиль значит на мои вопросы я попросил представиться мне никто ничего не ответил я спасил за что я задержан какое обвинение мне предъявляется также никто ничего не ответил а вот и вот так вот молча мы ехали до могилевского рвд вот дальше после того как меня доставили единственно что мне ответили мне сказали что объяснять все могилевском рвд то есть выводы мы приехали в рвд значит меня отправили к участковому причем не не дали сделать телефонный звонок даже никакой то есть только я успел сделать прозвон после чего вышел второй дежурный сказал что никаких звонков вы не в европе находитесь и не в америке поэтому прав никаких на звонок не имеете вот и после этого меня завели к участковым который начал оформлять протокол причем он очень часто там с кем-то общался то есть уточнял апреты ему принесли той корзито ориентировочно часов 9 там начала десятого на вот меня оформили по статье 23 34 часть 3 то есть это повторно в течение года то есть участие значит в общественных этих мероприятиях не санкционированных и после этого уже в 10 часов меня где-то отвезли ну примерно 10 отвезли ввс оформили и вот поддержали до часов наверное там ориентировочно двух-трех после чего доставили в ленинский суд ленинского района вот ожидали где-то около полутора часов пока судья там вынесет решение там они совещались после чего меня уже завели в зал судебного заседания ну и судья после того как я заявил ходатайство о том что мне необходим защитник адвокат мне необходимо время на его поиск вот так же необходимо время на ознакомление с материалами дела судья сказала что в деле имеются существенные недоработки и ошибки поэтому дело будет отправлено в воде назад могилевский воды так понимаю на доработку вот так вот кратко такая ситуация а что-нибудь происходило с аппаратурой который тот момент изъяли нет телефон я положил в конверт как и все свои остальные вещи в составе описе эмущества телефон не требовали чтобы я включал никто никто и телефон не смотрел то есть ну и как бы я вот сейчас получил телефон посмотрел то есть я не вижу что там был какой-то несанкционированный доступ какой-то информации то есть в отличие от предыдущего раза когда я находился а в и в reachedor есть когда я получил телефон и я видел что там телефоне то есть кто-то проникал него то сейчас нет я такого не наблюдач Была какая-нибудь возможность сообщить о том, что находишься в каком-то РУВД, я знаю, что это Нигилевское РУВД? Участковый попросил меня оставить в конце все-таки номер телефона, с кем может связаться, то есть я оставил контактный номер телефона, он пытался связаться, но человек там не поднял телефон, то есть на тот момент это уже было поздно. То есть в этом плане, то есть только потом уже, после того, как меня продержали, то есть потом все-таки участковый попытался через дежурного телефона позвонить, сообщить. А как тебе не кажется, что оказывается некоторое давление именно на блогеров, на стримеров, на журналистов? Ну конечно, учитывая то, что задержали блогера, то есть моего коллегу, 6TV, и до сих пор мы не знаем, где он находится, да, и что с ним вообще, судили, его не судили, и где он. Вот, то конечно, это прямое давление, то есть на людей, которые в принципе работают тоже в части и в сфере, так сказать, ну средств массовой информации, потому что Ютуб это тоже способ донесения до общественности каких-либо происходящих событий. Ну вот, конечно, оказывается давление. Ну, как я, насколько я знаю, что сотрудников прессы не задерживали, то есть те, которые являются официальной прессой. Ну вот, ну а именно блогеров, ютуберов, да, давление оказывается на сегодняшнее время.